привет меня зовут женя и я люблю пиво сегодня мы снова отойдем от пивной тематики и окунемся в легкий алкоголь это сидр грушевый но правильно его называть пары какие-то особенности да никаких это просто блин сидр из груши соответственно что у нас есть и масс-маркет есть у нас и крафтовые какие-то истории у нас будет сегодня айфбрю это вот как раз крафтик то будет святой антон честерс вот хайникин который называется мистер лис сочная груша сидр и ирландские ирландские или шотландские да ирландский сидр магнерс пьер посмотрим что из этого вкусно и как раз к лету мне кажется что то найдем достойное наливаем ну что раз еще раз здравствуйте привет ребята сегодня с нами кто кто с нами привет мы читаем ваши комментарии поэтому никита сегодня с нами нет поэтому собственно соня и толя старая старая гвардия прости никита в этот момент просто кто-то сидит на его постном лице вот чтоб она наконец-то стало уже нормальным что мы сегодня будем пробовать пуаре и это не усатый мужчина древнейский же как от кристи это грушевый сидр то есть сидр но из бушевых я не зря приехал вот соответственно у нас будет также 5 экземпляров все в закрытую и определим лучшего а сухие полусладкие без разницы они будут там все перемешку да я искал да где в принципе написано груша поэтому они могут быть вообще черт черт или масс-маркет и крафт и масс-маркет есть там ребята есть прям совсем масс-маркет и есть то что можно купить в магазине но который стоит больше 200 рублей потом по ценнику я скажу что я просто ты понял да сейчас эти вопросики задаю как будто нас здесь не было когда подводку снимали давайте давайте да да мы не собирались так что до дна пахнет отлично как вот тот яблочный сидр который мы в школе яблочный мне кажется это дешевле дешевле да но похоже да ну там есть только один минус он сладкий да буратинка такая дурать я кстати алкоголь совсем посмотреть сколько сколько в принципе у них алкоголя содержит ты можешь потом потольной схеме смешать все в один стакан и запатентовали эту схему как схема анатолия знаешь анекдот про старого шотландца и нет который такой старик уже повидавший виды и причинит и причитает внуку выговариваем вот почему я когда человек построил мост его не называют маккензи который построил мост когда человек построил плотину его не называет маккензи который построил плотину я отбил нападение ребят из другого племени но его не называют маккензи победитель там этих ребят но стоило один раз выебать овцу И здесь вот И здесь то же самое Стоило один раз А в тему про секс с овцой Помните Помните Джеймолчаливого Боба Типа, если бы ты был овцой, ты бы вы был овцом? Я не помню, кстати Они когда ехали в машине Молчаливый Боб, ты что, ты знаешь про это? Молчаливый Боб, молчил Когда они ехали в машине С дивулями И с ними был задрот, которого играл Актер, который Стифлера играл В американском пироиде И он играл там задрота, который На гитаре такой играет и так далее Они хотели как бы кикнуть из этой вечеринки Потому что это было две девочки А их трое И он такой подсел к нему и говорит Ты же любишь животных? Они там зоозащитники Как подвозочка Да, 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 а тот такой Ну а так как они ехали спасать там каких-то этих животных Он говорит, да, конечно Я очень люблю, очень-очень люблю животных Он такой, ну ты бы, ну если так любят Ты бы выбыл овцу? Он такой, ну что значит Не, ну если бы ты был овцой И она была овца И мы бы на грани вымирания Тогда конечно-конечно Он открывает дверь Нам с тобой не по пути Я в циев погаду И выбрасывает хренам из машины Ну Пошло, а? Да, пошло Это как раз все Джей Молс Левый Бог Наносит ответный удар Называется Там целая вселенная Вот Кевина Смита Это просто бомбища Сегодня мы посмотрим после выпуска Так Короче Сладкое пуаре Ну, за овец Короче, пахнет круто Вот На вкус дюшес На вкус дюшес Да Да, давайте Мне такое нравится, что это девчачий сидор Такой приятный Девчачий Сейчас посмотрим Я бы с удовольствием таким бы накидалась Что там еще есть? Так Это второй Второй экземпляр Это тоже сидор, да? Это пуаре А, извините, пуаре Задроты такие Пуаре Ой Стойчка Сегодня Мы решили взять Вместо Никиты Еще и черных женщин Черных женщин, да Много черных женщин Вот это повеселее По вкусу? Ну, по запаху Не такая дюшеска Но по вкусу Он приятнее По мне вообще полная шляпа Я все Слушай Кстати, я соглашусь Что он пропадает в конце Небольшую Небольшую Такую Знаете, это как что? Как правильно сказать Это какая-то Горчинка Не горчинка Но это Такой сачок Но я даже грушу Здесь не очень чувствую Короче, мне кажется Это как будто Знаете Забродил немножко, да? Бабушка в деревне У нее жмых остался Яблочный И она такая Типа, замучу-ка Я на стоечку Ну там, да Какой-то жмых Из кожур Короче Замучу-ка я на стоечку И так у нее Не особо получилось Игрался немного Она такая Ну нормально Где-то Брашка Брашка Да, да, да На самогон не пойдет А так можно по этот И выкидывать Жалко Ну такая В общем Я с вами не согласен Но вот эта Она Это, конечно, не топчик Но мне нравится Она мне нравится больше Потому что вот эта Очень сладко-притерная А вот эта Как раз нейтральная Но запах дюшески Вот этот Мне больше нравится Но по вкусу Это пахнет Как будто Ослик сходил в туалет Все же знают Как Ослик ходит в туалет Я просто Злиная моча В отпуске Видела Ослика Поэтому, да Ты же из Дагестана Орвыш и гор Вообще Бомбическая штука Стоит ехать Очень красиво Это нативная Интегрирована сюда Реклама Дагестана Я, кстати, познакомилась С главным По туризму В Дагестане Так что, да Можно организовать Я главный здесь вообще По туризму Не по туризму По всему главу Они немножко По-другому говорят Да? Я не был в Дагестане Просто Прикол в том, что Когда они разговаривают С русскими Они разговаривают С одной интонацией Когда они разговаривают По-русски между собой Из-за того, что Оказалось, что в Дагестане 27 наций И они вообще Не понимают Язык друг друга Ну, мне обозначили 27 И реально Они даже слов Похожих нету Поэтому они между собой Тоже говорят по-русски И то вот с какой интонацией Они говорят по-русски Между собой Когда я приехала Первый день Ну, у нас там Мы ездили на машине У нас был гид Водитель Там и так далее Но у меня Несколько раз Просто была истерика Я отходила в сторону Смеяться Потому что мне казалось Что я с Жориком Вартановым еду Реально просто Ну, я сейчас поверну Так, а все поверну Причем Есть национальности И у них есть Близкие языки Например Моя сестра Жила в Дагестане Она была замужем За такую национальность У нее был муж Кумык Да И в общем Эти кумыки Кумыки Наверное, правильно будет Они, короче У них очень близко К татарскому языку Моя сестра Понимает татар Вот Она выучила Кумык? Страшно Она не говорит Она не говорит Но она как бы понимает О чем говорят Прикольно Да Я не знаю, что в Дагестане Так много Там каждый аул Знаешь, каждая гора Это аул, короче, сверху И они там постоянно Между собой Там терки у них какие-то были И в общем В общем, все разные языки Слушай, круто Ну, единственное, о чем я жалею Это, что Мне в мой день рождения Обещали, что я проеду В машине И буду стрелять в воздух И из-за того, что мы сильно задержались Мы это так и не осуществили Под патроны отсырели Да, но автомат был Все как надо Там без него, наверное, не выезжает Да? Так Ладно, давайте я схожу за третий И будем дальше с нами Да, мы пока погрузим Давайте Третий вариант Какой-то странный запах Да, ну прям Гнилыми Немножко похоже на советство для завивки У нас такое было Раньше в парикмахерских Не пахло Такие оттенки есть Ладно, я помолчу пока Потом выскажусь по поводу Сладкий Ну, такой очень простой вкус Тоже какой-то дешевка Запах Стремный Толь Не молчи Да я что-то потерялся На фоне ваших Искрометных комментариев Я так Они, кстати, разного света Первые два похожи Это прям Он реально очень пустой То есть вот Просто как будто В воду кинули Чуть сахара Вот И Юпик Заканчивалось Там просто так вот Постучали по баночке Ну, то есть просто Какая-то хреноматина Вот, а так Пустой плоский Как сказал бы Никита Пустой плоский И пахнет Как лавы Ладно, я не взыду Как тряпочка Которую быстро кинули На утюг И быстро сняли Я так скажу Кокосики Помнишь С острова В Бразилии Кокосики С острова В Бразилии Помнишь Он говорит Помнишь Там Чем они пахнут Нет Это нормальные Кокосики Давайте Нормальные Зло Мы про другие Кокосы Они пахли кокосом По-моему Или нет Я не помню Ты не запомнил Вообще Темы Про которые Больше всего Смеялись Это был Парати Парати Да Тогда Напомни Что там было За тема Мы выпили Кокосики Они Молочко Было нормально А потом Когда начали Есть Вот эту хрень Эта тема Пахла Жутко Спермой Вот И все Это заметили Просто В первую секунду Как только Ты че Ты че Ты че Нормальный Бразильский Разбеглись Там Почему Кокосы Эти Который Достал Нам С дерева Маугли Наш Карзан Капитан Короче Мы взяли В аренду Лодку С чуваком Который Вот просто Это Секси Мэн Длинные Волосы Кудрявые Который Муж Наташа Королёвый Сосет Стороночки Тот Еще загорелый Тот Загорелый Он умеет Еще лодку Управлять И по-испански Еще шпарит И по-португальски Шпарит И второй момент По-моему В каком-то выпуске Мы это уже рассказывали Что он Нет По-моему Мы просто Про Бразилию Что-то рассказывали И вот И он просто Мега Секси Мэн И он Залез на пальму Мы там Выселились Все ему дали Его хотели все Дашелся Дашелся Да Вот И он просто Залез на пальму Рубанул нам Пару кокосов И прям Свежачок За это самое Мачете Своим Ну походу Он там Не только Рубанул вам кокосом Своим Мачете Короче По поводу Сидора Вот этот Пахнет Какими-то Гнилыми Грушами Или яблоками По вкусу Ближе к этому Но менее сладкий Ну как бы Такой Реально Водичка Подслащенная Да Какой-то запах Гнильчения Согласно Присутствует Не очень С гнильцой Какой-то А я так понимаю Что в технологии Производства Сидора Там что-то Вообще Есть такое Что там Яблочки То должны Ну они Прелые Груши Груши Должны Побродить Немножко Сами Собой Да Отсюда Вот эти Запахи Могут Они могут Запахи Прелости Они есть Ну как бы Такой Аромат Именно Как сказать Немоченых Яблок А именно Которые Начали Подбраживать Но они Не пахнут Гнилью А здесь Именно Мне кажется Такой Немножко Гнилостный Ну неприятный Короче Запах Мне не нравится Вот Здесь Дюшеско Вкусно Пахнет Здесь Ничем Не пахнет А здесь Не отвратительно Пахнет Все Я по-моему Дет Трезвею Так что Я наоборот Чувствую Как начало Четвертый 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 Мы за тебя Никит Никита Он как бы Красной нитью Через весь этот Выпуск Проходит Да Никита Где Никита Робби Да Шок Концент Кстати Да Я кстати Заливаю тебе ролики Еще и на этот Яндекс.Эфир Ну который Яндекс.Зен Там как бы Вообще Один просмотр Два просмотра Такой И последний Который ролик Я заливал Я прям написал Вот который Это не самый последний Который у нас Вышел в принципе А тот Который Где Мы пробовали Банка-бутылка Я там прям написал Типа Шок Никто не ожидал Такого Ну вот Знаешь Тупые заголовки Тупые заголовки В Дзене Или там Где Во всех этих Ничего не помогло Да Просто Тоже там Банка-бутылка 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 Очень похоже на первый По запаху Только первый Более сладкий Я сейчас перепробовал Специально Вот если попробуете Первый Он просто более сладкий На вкус Да Мне такой нравится Он не супер сладкий Он какой-то такой Кремовый Ну как Крем-брюлешечка Или что-то такое Ванильное Ну мне кажется Для девочек Прям норм вариант Мальчики Мне кажется Такое обычное Пиво Блин Не знаю Мальчикам вот это нравится Что первый Что третий Что первый Что третий Что четвертый Они как лимонад Вообще Да Совершенно верно Их алкоголя Во-первых Вообще Метод Анатолия Для этих трех Да Этот лучше не смешит Потому что он все-таки Какой-то профиль Там имеет Более глубокий Хотелось бы Какой-то сухой Пуаре попробовать Такой бывает Не знаю Сейчас еще Что такое вообще Пуаре То есть что это за Почему это называется Не сидор А Пуаре Ну потому что Назвали Пуаре Я честно говоря Ну потому что Есть особая методика Но груша Называется Пьер Да Но это вот Наверное От этого идет Какое-нибудь Словообразование Какое-то умное Вообще Я каждый раз Слушаю тебя Как повезло Быть В кругу Твоих футболистов В кругу этого человека Я тоже дружу с тобой Только из-за этого Да Не потому что Я такой красивый Потому что я умный Нет Потому что он не красивый Это редкое сочетание Ой Все Застесняли Пойду за пятый Красавчик Ей танцую Халдей Готов Давайте пятый Чип-чик Это тоже поинтереснее Запах Чем у второго Ооо Это прям Груши Пахнет Вообще И вкус Приводно Приводно Есть такие А чё так не сделают Не хотел на тему попасть Напрягся Слушайте Это лучше чем второе Но вот эти Какой-то запах Прокисших Яблок или груш Он у меня Присоцет Как должно быть Это груши Это не Вот как раз Это не гнило Есть такие груши Которые Они маленькие Ну у нас в деревне Назвали дульки Они такое Очень Бывая Ну когда они недозрелые Они очень терпкие Такие Они твердые И прям Немножко вяжут рот А когда они зрелые Вот как раз Такой у них запах И мега крутой Когда мы будем расчехлять Пятый образец Это будет Пиво дульки Пиво дульки Пуаре дульки Ну в целом Я такое могу пить То есть оно не отвратительное А оно такое интересное Кто твой фаворит Да Хуэс секси фрау Ну мой фаворит Такое чисто Вот для какой-то летней Посиделочки В жару Это наверное четвертый вариант Он не супер сладкий И как я уже говорила С каким-то таким кремовым Вкусом Приятным Первый я бы тоже могла Попить спокойно Ну головарка шамбалена Наверное на утро Кстати да От сладкого Наверное Если накидаться По куларах А просто вот Например Сидоры Вот очень популярные В Эстонии Я в Таллине Как-то вообще просто Мы пили-пили Пили-пили Эти сидоры Такого глотока нет Пили-пили Да Ну как-то в общем Лучше в Анталии Короче мне запах Вот этот бомбический Меня в детстве Куда-то в деревне Меня перенаправляет К дулькам И мне очень нравится Последний запах По вкусу Они Честно говоря Все достаточно ровные Вот этот выбивается Своей необычностью Но я сказал бы что Какой-то хороший Необычный Я все понял Это место такое Я прям стою Душить? Да Я прям стою Мне сказать нечего Знаешь Давай поменяемся История Я тут в Таллине Накидывал сюда И все О Кстати Да Действительно Атмосфера Атмосфера Да Да Мне просто Моей ауры Оттуда не добивает Аура позитива Да Подлюбить Давайте я сейчас Принесу тогда Бутылочки И попробуем Угадать Что из этого Что я даже Да Я только скажу С самого начала С самого начала Короче Мне нравится Пятый Последний Самый крутой Да Что из этого Что Аевбрю Это крафт Это масс-маркет Это масс-маркет Это масс-маркет Это какой-то По-моему Тоже Кто-то Производитель Короче По-моему В Перекрестке Я его купил То есть Тоже можно считать Масс-маркет Да Тула какая-то О Яблочный спас А Вот эти Тешевенькие Цвета О Яблочный спас Кстати Огонь Очень Очень круто Ребята Придумали Все Они по-моему Кстати И сидры Тоже делают Но яблочный спас Да У них есть Сидры Нет Это не крафт Это честерс Они есть в ленте Вот этот я покупала В прошлый раз Когда приезжала К вам Мы сидр, мы пили сидр в нашем выпуске про сидр, мы пили сидр Честерс, 100 пудов, попробую угадать, что где. А, так это не та последовательность? Нет, нет, это я просто тебе поставил так, чё, чё, чё. Мала, я тоже думал вот так вот, всё. Не, 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 я просто выставил, ребятки, так что у вас ещё есть шанс угадать. Ну, я точно знаю, что вот это вот так вот. Это второй тип. Конечно, да. Вот это, скорее всего, первый. Да? Или третий. Либо третий, да. А, нет, тот сладкий, это вот этот, я всё-таки понимаю. Первый, это первый, второй, это второй. А что это за листы? Это Хайнекен делает. Хайнекен делает мистер лист. Ну, о, Хайнекен, они, ну, на нашем заводе, видимо, в Питере. Вот этот я тоже пробовала, это, наверное, четвёртый. Это тоже в ленте продаётся. То есть, ну, тоже, по сути, здесь только один крафт. Да, я думаю, что Святой Антон последний. Да? Соглашусь, да. Ну, давай так и поставим. Хотя этот... Либо подожди. Ну, это просто вот сладость. Вот этот не сладкий, этот сладкий. Ну, тут написано, что он полусладкий. Ну, выбирайте. Как вы считаете? Ну, вот как ты выставил, мне кажется, так и есть. Если хотите, я прям такой... Спойлернул. Спойлернул, да? Ну, короче. Первое, правильно, Честерс. Второе, ну, логично, что самый крафтовый и тот самый. Третий у нас был, это Магнерс. Вот эти, наверное, поменяются. Да, вот эти поменяются. Это Хитрый Лис. Да. А это этот самый. И Свитой Атсон действительно параллельный. Ну, что ж, короче, прием Антона, да? Ну, тебе, кстати, Хитрый Лис тоже понравился, так что возьми на заметочку. Нет, я сказала, что Хитрый Лис... А, мне он понравился, да. Да, четвертый, четвертый. Да. Хочешь по ценнику скажу? Честерс. 80. Ну, 75. Вот этот. 200. 15. 215? Да. Так. Вот этот, знаешь? Этот я покупала, он тоже 150 там... 250 рублей. А, 250. 250 в ленте. Самый дорогой. Хитрый Лис. 60. 50. 50 рублей. 49, да, реально, 50 рублей. 50 рублей. Святой Атон, я не записал цену, но в перекрестке, я думаю, в районе 150-200 рублей, я думаю, стоит. Может быть, не прав, потому что я... 150. Дальше. Какой мне понравился парня? Ты сказал 4. А 4-й мне понравился? Нет. А что, за полтосик взяла там 10 баночек? Смотри, можно понять, какой мне понравился больше всего. Мне понравился больше, что реально Святой Антон по запаху, это просто бомбически. Все остальное, ну... Как груши называют? Соусол. Что груши? Маленькие груши. Дульки. Дульки, да. Ну, они у нас так дульки назывались. У вас и так нет. В деревне Тамбовской области. Тамбов. Вот. У тебя скрючило прямо. У Антона, кстати, знаете что? Есть осадок. Да? Ну, значит, он натуральный. Короче, грамм. Все, за сим. Ребята, прощаемся, наверное. Короче, Святой Антон Топчик. Хороший. Топчик из этих пяти, да? Топчик – это лис. Лис за свою цену, да? Потому что... Соотношение. Соотношение за 50 рублей, да? Наконец-то я нашла дешевые бухнины для себя. Нормально, да. Бро, который написал комментарий про Никиту. Да. Продолжай писать. Ты сделаешь нас круче. К 30-му выпуску нас тут тоже, наверное, не будет. Будет Женька и просто толпа молодых шлюх. Напиши, кому убрать следующего. Воздушный поцелочек нашему комментатору. Все, комментируем. Ребята, смотрим. Лайки, колокольчики, там что-то еще надо делать. Все дела, да. Пробуйте хороший алкоголь, это всегда вкусно и весело. Пока. Все. Женя ушел на танец. Нам просто на отеле мне очень понравилось. Ну да, так все. Душнило? Ну такое. Довольно, ты чего не расстроишься? Нет, нет. Я комментарий получил. Душнило. Один душнило ушел, надо второго сливать. Короче, что несколько выпусков, мне кажется, я одна останусь. И в конце просто там 685 выпуск, Женя и просто шлюки голые с сиськами просто снимаются. Я думаю, это предлагала Женя. И Женя пропи вас мутит. Ну и чипчики забанят. Такие самые монтажеры. Диппэйки такие, да? Продолжение следует...